В пять раз планируется сократить сроки административных процедур строительства. Сейчас подготовительный процесс перед началом работы над тем или иным зданием занимает почти пять лет. Причина в бюрократических этапах. И теперь часть процедур переложат на плечи администрации. Об этом сегодня стало известно на оперативном совещании с главой администрации города. В начале заседания Олег Кондрашов поздравил мэра Олега Сорокина с прошедшим днем рождения. Сопроводив поздравление шуткой. Доклад департамента архитектуры и градостроительства станет подарком для мэра. На заседании присутствовал наш корреспондент Гайне Авитян. Гайне, добрый день. Чем объясняет Олег Кондрашов свою недвусмысленную шутку? Здравствуйте, Валентина. Да, действительно. Однако сам глава администрации связывает свою шутку лишь с тем фактом, что Олег Сорокин большой профессионал в строительной сфере. И непосредственно связан с докладом, который был в начале заседания. Мое обращение к дню рождения исключительно с тем, что глава города самым серьезным образом занимается вопросом градостроительной деятельности в Нижнем Новгороде. И в том числе и упрощением административных барьеров для строителей, как человек, который неплохо понимает, на мой взгляд, один из самых лучших специалистов в образе градостроительной деятельности. Откуда Олег Валентинович пришел на работу в муниципалитет, всем известно. Новая проверка Следственного комитета в отношении Олега Сорокина не прошла незамеченной даже для федеральных СМИ. В частности, Первый канал в итоговом выпуске новостей осветил эту тему в рубрике «Криминал». Комментирует ли Олег Сорокин доследственные действия? Ну, что касается проверки Следственного комитета в отношении Олега Сорокина, тема действительно уже федеральная. Сам глава города относится к этому спокойно, как он сам говорит, комментирует сдержанно и напоминает, что это уже не первая проверка в отношении его предпринимательской деятельности. Я спокойно отношусь к тому, что надзорные и правоохранительные органы таким образом, так сказать, реализуют свою работу. Другое дело, что раньше практики анонсирования подобных событий, скажем так, не было. Если это какая-то новая форма, опять же, не мне решать, не мне судить. Добавлю, что Олег Сорокин отметил отдельно, что прежде проверки его деятельности не приносили результатов для следствия. Субтитры создавал DimaTorzok